Как передать файлы с телефона Android на ноутбук? Как отправить файлы со смартфона на ноутбук? Для подключения вам понадобится кабель USB. USB от телефона. Отключаем зарядку и оставляем только USB. Подключаем одну сторону кабеля USB к ноутбуку. Вторую сторону кабеля подключаем к телефону. Открываем верхнюю панель. Нажмем на подключение в режиме зарядки. Выбираем передачу файлов. Подключена в качестве медиа устройства. Открываем этот компьютер. Из списка у нас появился телефон V2026. Открываем. Доступна как SD карта, так и внутренний накопитель. Если у вас не будет подключена флешка microSD карта памяти, то здесь не будет отображаться флешка. У меня подключена флешка к телефону, поэтому отображается в списке также флешка. Можно перемещать не только с внутренней памяти, но и с флешки на компьютер, либо на ноутбук. Теперь открываем флешку и отсюда мы можем переместить какой-либо документ, какое-либо фото, какое-либо видео, которое у вас есть. Либо, если вы что-либо скачивали в папке download, также можете переместить его на ноутбук. Папка DCM находится в фотографии. Фотографии на флешке сейчас у меня нету, но если у вас в папке DCM есть какие-либо фото и видео, вы также можете с флешки переместить на ноутбук. Открываем этот компьютер. Выбираем локальный диск D данного ноутбука. Мы перемещаем на второй раздел жесткого диска. Создаем какую-либо папку. Можете назвать папку каким-либо именем. И в эту папку нужно переместить все файлы. Выбираем тот документ, который нужно переместить. Просто можете скопировать его. Либо перетащить его на эту папку. Вот я допустим скопировал, просто перетаскиванием. Либо вы можете его вырезать. Вырезать. И сюда вставить. И файл сразу был вырезан, и его нет уже в памяти телефона. Мы освободили память флешки. Также вы можете открыть внутренний накопитель устройства. И перемещать отсюда фотографии, либо видео. Откройте папку DCM. В папке DCM находится фотография. Можете эти фотографии либо скопировать, либо вырезать. Допустим, я выбрал эти файлы. Копировать. И вставляю. Вставить. Можете открыть папку камера. И отсюда скопировать, либо вырезать фотографии. Вот эта фотография правой клавиши. Вырезать. И вставляем. Когда вы вырезаете с памяти телефона, файл вырезается и отправляется на ноутбук. При этом на телефоне эта фотография уже не будет. Вы можете не только перемещать с телефона на ноутбук. Можете с ноутбука переместить на телефон. Просто скопировать. Вот допустим, выбираем правой клавиши. Копировать. И вставляете в память телефона. Копировать замены. Можете также на флешку перемещать. Копировать. SD карта. Можете между памятями перемещать. Допустим, открыть внутренний накопитель. Выбрать папку DCM. Выбрать эти две фотографии. Вырезать. Возвращаетесь назад. Открываете SD карту. Флешку, которая на телефоне. И сюда переместить его. Правой клавишей вставить. С внутреннего накопителя мы переместили на флешку. Которая расположена на телефоне. Можем этот файл скопировать на флешку. Также можно скопировать на внутренний накопитель этот файл. Если вам на телефоне нужно перемещать только фотографии и видео. Вы можете выбрать режим PTP. Выбираем режим PTP на телефоне. Открываем этот компьютер. Выбираем наш телефон. И у нас автоматически флешка исчезла из списка. То есть только внутренний накопитель показывается. Выбираем внутренний накопитель. И здесь у нас только папка DCM и Pictures. Вы можете открыть папку DCM. И здесь все ваши фотографии и видео. Открываем папку Камера. И здесь это отображается как в видео, так и фотографии. Вы можете также вырезать, копировать, перемещать и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...